КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КОМСОМЛИЦКА КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА КОМСОМЛИЦКА КОМСОМЛИЦКА Это ни о чем. Это вот если вам в подворотне шпана плюет на ботинок, вот вы в ответ даже не плюете, вы так губы делаете трубочкой и резко выдыхаете воздух. То есть такое, знаете, обозначаете потенциальную возможность ответа. Вот в быту в этом случае вы с этой подворотни своими ногами не уйдете. Ну практически без вариантов. Действительно, мы нанесли, возможно, крайне ограниченный ущерб нескольким странам. В первую очередь, это, конечно, братская семья, любимая Польша, потому что мы не знаем, потому что мы ленивы, не любопытны. А Польша была страной яблок до своего европейского выбора. И яблоня, яблоко были такими же символами Польши, каким для Японии является цветущая розовая вишня сакура. Но в момент евроинтеграции обнаружилось, что в Евросоюзе есть свои яблоки, и польские яблоки в Европе никому не нужны. Поэтому с ними произошло почти то же самое, что с польским судостроением и со многими другими отраслями экономики. Они просто начали самоликвидироваться. И Россия была основным направлением экспорта польских яблок. А у нас приходилось 62% этого экспорта. Ну, правда, вполне возможно, что мы же помним времена, когда Эстония была крупнейшим в мире экспортером алюминия. Вполне возможно, что Белоруссия станет крупнейшим экспортером яблок в Россию. Вполне возможно, что мы с вами будем радоваться белорусским устрицам, белорусскому камамберу, белорусскому лосочу. Который, конечно же, не имеет ни малейшего отношения к Норвегии. Но вот просто белорусы быстренько за недельки, за две, а то, может быть, даже за месяц, развернут соответствующую систему по его выращиванию, смолька. Ну, всякое же бывает. Бывает, что вот выходит девушка замуж, и через месяц, гоп, уже рожают. Как назовем ребенка? Скороходом. Правильно. Ну, может быть, вот с лососем в Белоруссии произойдет то же самое, что в данном случае произошло с ребенком девушки. Но если санкции действительно будут работать, если все будет по-честному, если мы сможем договориться с Лукашенко, чтобы он закупал продукты санкционные только для себя, а не для реэкспорта к нам, потому что здесь нет никаких особых проблем. Только нужно меньше воровать и больше работать. Что не факт, что возможно для нашей бюрократии. Польша минус 62% яблок. Норвегия минус половина, даже чуть больше половины экспорта лосося. Нужно сразу подчеркнуть, что Норвегия экспортирует в Россию несколько больше, чем 10% добываемой ею рыбы. Но вот с лососем ситуация совсем другая, потому что лосось в Норвегии выращивается искусственно, и он не соответствует европейским стандартам, в том числе по содержанию, насколько я могу сказать, там разного рода гормонов, потому что искусственное кормление. Норвегия не вступает в Евросоюз, ровно по той причине, что Евросоюз и лосось зарубят, не позволят ей выращивать. С одной стороны, потому что в Евросоюзе очень мощное рабо-ловецкое лобби, оно не позволит Норвегии конкурировать с собой в рамках Евросоюза. Но с другой стороны, есть их, называется, санитарные соображения. Третье, это, как ни смешно, Великобритания, которая тоже селёдочку ловит и нам поставляет, в основном, правда, шотландцам. Дальше, конечно, это Франция. Ну, мы немного потребляем, на самом деле, французских сыров, но это болезненно для самолюбия, что кто-то в мире смеет не есть французский сыр, да уж и рец. С ума сошли, что ли? Вот. И довольно существенные потери понесла Прибалтика. В денежном выражении это копейки, там в Латвии 56 миллионов евро, по оценкам, в год. Но нужно понимать, что экономики-то копеечные, и для них это довольно болезненно. То есть, вот, вечная песня Латыши – это экспорт молокопродуктов в Россию. Когда я говорю, что, вы знаете, кроме вас в России никто не знает, что есть такой экспорт, люди просто отказываются верить, точно так же, как они отказываются верить, что в России есть люди, которые не знают, что такое Прибалтик, даже ни разу в жизни там не были, даже ни разу вообще не хотят туда ехать. Я забыл про Финляндию, 400 миллионов евро, и понесла в основном убытки фирма Вайлия. Но если бы санкции были не на год, а на пять, или хотя бы на три года, то она очень быстро бы эти убытки отбила, просто перенеся производство в Россию. Потому что у нее есть хорошее производство и в России тоже. То есть, фирменное масло, скажем, Вайлио, серебряные оберточки, оно заводится из Финляндии, но она купила значительное количество, собственно, российских брендов, там какие-то из Вологды, по-моему, еще из каких-то других регионов. Она вполне могла бы просто увеличить производство внутри России. Или просто завести сюда серебряные бумажки. С этим проблемой Финн очень не любит нарушать законы, даже чужие, даже те, которые мне нравятся. Это не некоторые другие страны, которые мы не будем здесь назвать. Михаил Геннадьевич, давайте здесь поставим многоточие, потому что время первой части эфира подходит к концу. Послушаем выпуск новостей, потом короткая реклама, и вернемся в студию. Напомню, что в гостях у радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук Михаил Делягин говорим о том, как санкции в отношении России и санкции России в отношении тех, кто вел санкции против нас, такая вот замысловатая вязь получается, отразятся на экономиках нашей страны и наших, в кавычках, партнеров. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Доктор экономических наук Михаил Делягин уже в студии с нами. Продолжаем разговор. Михаил Делягин, давайте все-таки чуть подробнее поговорим о том, как санкции, введенные России, отразятся на нашей экономике, хотя я понимаю, что переход будет все-таки плавным от экономик наших европейских, наших западных партнеров к тому, к чему это приведет все для нашей экономики. Понимаете, мы нанесли точечный ущерб, это неприятно, но вообще говоря, никто никому эти 12 миллиардов евро компенсировать не будет. Да, конечно, по-хорошему, по закону, да и по понятиям тоже, если из-за действий Брюсселя финны терпят убыток, то Брюссель должен финнам этот убыток компенсировать. В реальности будет вопрос, будет реакция звучать следующая. Че? Вы кто? Пошли нафиг отсюда. Он будет примерно так или чуть более дипломатично. По крайней мере, в адрес Прибалтова будет так. Может быть, с Прибалтом разместят мне какие-нибудь новые военные базы натовские, и за счет этого скажут, что считаете, что вам все компенсировалось. Для России, на самом деле, мне очень порадовала реакция нашей либеральной тусовки, в том числе правящей. Вот реальная проблема, которая у России есть, это говядина. После эпизаутии конца 60-х годов мы производство говядины наладить так и не смогли. Крупный рогатый скот, это ахиллесовая пята Советского Союза и России. Весь наш пресловутый экспорт зерна, это называется на самом деле импорт говядины. Просто приращенную в виде. Потому что то зерно, которое должны были съесть коровы, если бы они у нас были. Это большая трагедия, и это действительно некоторая опасность. Если бы из Европы и Штатов возили бы к нам говядину. Но понятно, что либералы про это ничего не знают. Потому что мне пришлось читать, например, в либеральном снобе совершенно феноменальную статью, наполовину состоящую из несунзурщины, где какой-то либерал начинается с того, что при общении с ватниками, колорадами он не считает себя обязанным сдерживаться и быть вежливым. Дальше идет поток ненависти ко всему российскому, в котором, в частности, высказывается, что Россия импортирует удобрения. Потому что мы 70% и даже больше удобрений экспортируем, которые мы производим внутри страны. что не существует индустриального выращивания птицы и свинины и так далее, и так далее, и так далее. Но говядина – реальная проблема. И если бы либералы думали бы о стране, они говорили бы о говядине. Потому что даже 3%, или там 3,5%, это может быть существенно для отдельных мест. Но они говорят о другом. Они говорят о двух вещах. О камамбере и о хамоне. Там даже про какую-то либералку, значит, лозунг, что она будет стоять у Жан-Жака с плакатиком «Отдамся, заломьте камамбера». Правда, не уточнялось. Она будет брать камамбер себе или отдавать тому, кто согласится. Но это другое. Вот. То есть, понимаете, вот люди оценили себя, люди оценили свое достоинство, люди оценили себя как людей в камамбер и хамон. То есть вот их реальная цена. А я с огромным уважением стал относиться к госпоже Луланд, американке, которая ходила на Майдан и кормила там уж них либералов печеньками. Знаете, она не хлеб им раздавала, она раздавала им печеньки. Потому что либерал себя оценивает даже не в деньги, не в хлеб. Он оценивает себя именно вот в печеньки, в камамбер, в хамончику. Я думаю, что Путину стоит как-нибудь завести в Москву там две фуры какого-нибудь камамбера и поставить какую-нибудь российскую Луланд, я не знаю кого там. Можно в конце концов нанять какого-нибудь либералку, а любаться то же самое, чтобы она кормила либералов камамбером, и после этого все они будут страшно любить Путина. Но вот люди обозначили свою цену. Люди очень внятно и красиво обозначили, что они про себя думают и как они себя ценят. Во сколько они себя ценят. Но переходя к стране, потому что либералы себя из России вычеркнули в дни Крыма раз и навсегда. Переходя к стране, есть три позиции, где действительно санкционные товары составляют более 10% потребления. Это болезненные вещи. Это, во-первых, мясо свинины. Во-вторых, это рыба. В-третьих, это фрукты и овощи. Фрукты и яблоки, извините. И то, и другое, и третье не является проблемой, если государство приложит минимальные усилия для ее решения. В чем проблема со свининой? В присоединении к ВТО на арабских колониальных условиях. В один день рентабельность лучших российских свинауческих комплексов, которые соответствуют высочайшему мировому уровню, рухнуло в три раза с 29% до 9-10%. Я называю официальные данные. Вторая категория российских свинауческих хозяйств – это модернизированные советские свинауческие комплексы, но модернизированные. И заново построенные комплексы, но давно построенные комплексы. Они упали в ноль. То есть они не дают прибыли, они работают только на самоподдержание. Старые советские свинокомплексы, не модернизированные, и личные подсобные хозяйства населения, а у нас, например, такая республика, как Чувашия, она специализируется в том числе на выращивании свиней. Стали убыточными в один день. И для ряда регионов это было катастрофой. То есть, коллеги, благодаря этим санкциям полностью компенсирован негативный эффект рабского присоединения к ВТО. Помогите свиноводам, дайте им кредиты на развитие, скажите им, что вот эта санкция будет не на год, а навсегда. Но мы никого не скажем, только вам. И все. И менее, чем за год, потому что свинья растет быстро, менее, чем за год, ну, свинья индустриальная, естественно, не та, которая по двору бегает и хрюкает, да? Ее через год убивать, рука не поднимется. А вот индустриальную свинину можно. И мы компенсируем потери. Реально. А этот год можно закупать у кого-то еще. Рыба. Огромная часть импортированной России рыбы, не только из санкционных стран, из Японии той же самой, это рыба, которую выловили российские рыбаки на российских разваливающихся траулерах. Из-за специфики налоговой системы и системы коррупции прямо в океане перегрузили на рефрижераторы наших злейших конкурентов. Они эту рыбу обработали и нам же продали со стопроцентной, в лучшем случае, рентабельностью, а то и больше. Коллеги, ну вот разрушите эту воровскую схему. У нас же все курильские заводы, все курильские острова, пиславутые, северные и южные, на них было два вида производства. На них стояли детские оздоровительные лагеря, раз, и второй на них стояли консервные заводы. Восстановите отрасль. Это не очень много денег на фоне того, что мы, значит, вложили в Олимпиаду, или на фоне того, что просят для той же самой Роснефти. Это не очень много денег. Инвестируйте. Полгодика можно позакупать у кого-нибудь еще, а через полгода у нас уже все свое будет. И более дешевое. Третье. Фрукты и ягоды. С одной стороны, коллеги, бананы в России не растут. Это правда. Сам видел. Бананы не растут. У меня друзья пытались. Хотя черешню, скажем, в Подмосковье райнировали. И в черешню в Подмосковье можно выращивать совершенно спокойно. Но с другой стороны, в Европе бананы тоже в основном не растут. Бананы растут в третьих странах. И покупать бананы напрямую производителей, прости господи, значительно выгоднее, чем у американских или европейских перекупщиков. Ну просто дешевле. Да, воровать труднее. Воровать труднее. Но покупать дешевле. Вам что нужно? Вам нужно потреблять или вам нужно воровать? Уж определитесь там, товарищи, в правительстве. С другой стороны, да, у нас есть масса своей ягоды. Но почему я прихожу в магазин, вижу, прости господи, голландскую ижевику или американскую ижевику? Почему я вижу, по-моему, французскую или голландскую малину? Когда у меня на даче, на участке и того и другого, в общем, растет в режиме сорняка, я же не хочу и пропадаю. Организуйте нормальный сбор хотя бы дикоросов. Я уж не говорю про посадку плантации. И все, нет проблем. Другое дело, да, да, само это не появится. Булки хлеба не растут на деревьях, и малина, она сама собой в магазине не окажется. Ему нужно собрать, а если стараться, то сначала посадить плантацию и за ней как-то ухаживать, чтобы урожай был большой, а не как в лесу. Да, все правда. Ребят, организуйте это. Это несложно, это рентабельно. Но для этого нужно работать, а не заниматься, прости господи, либерального воровства. Так что здесь все зависит от государства. Другая проблема, это за повышение цен. Слава Богу, мулька про русское море, которая якобы повысила цену в два раза, оказалась, как я понимаю, враньем. Я пользуюсь случаем, чтобы принести извинения, потому что я был среди тех, кто на эту историю повелся и мельком пару раз упомянул. Но я не сомневаюсь, что другие монополисты, может быть, не в два раза, а на 20%, а на 10%. Но цены или уже подняли, или поднимут. Потому что монополист устроен просто. В условиях гарантированной безнаказанности он на любое явление природы реагирует одинаково, повышением цен. Либералы кричат в любой ситуации про 1937 год возвращения тоталитаризма, а монополию точно так же в любой ситуации реагирует повышение цен. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Как обычно, по понедельникам в это время у нас в гостях доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы продолжаем. Вот эти вот сдачи, которые мы дали на 12 миллиардов долларов, евро, простите, оговорился, это серьезные сдачи? Или нам придется, так сказать, посильнее удар насти, и какие у нас есть возможности? У нас очень много оптимистов. Слишком много для страны, которая находится в нашем положении. Я всей душой хотел бы присоединиться к этим оптимистам, но у есть проблемы. Понимаете, я читать умею, иногда книжки читаю, иногда со специалистами общаюсь. Я не верю, что 12 миллиардов евро способны восстановить агрессию. Понимаете, Соединенные Штаты Америки сейчас на Украине комплектуют полноценную армию вторжений в 500-600 тысяч человек. Учитывая, что уже этой осенью, ну в конце осени, работы на Украине не будет, денег на Украине не будет. Это единственное место, где обычный человек сможет получить деньги, будут карательные отряды, те или иные. Проблем набрать 500-600 тысяч пушечного мяса у них не будет. И как только они наберут, они нападут на Крым. В хорошем случае. Потому что они могут напасть на Москву. Но они нападут, скорее всего, на Крым, потому что с моря их будет поддерживать американский флот. Турки у них, укрепил всю власть Эрдоган, он, извините, переговорил, Турки у них только что был избран новый президент, он избран при поддержке США, он американцев полностью устраивает, он с ними ссориться не будет. А Черноморский флот Российской Федерации, он, конечно, хорош против шести грузинских ракетных катеров. Но даже против флота Турции он немножко слабоват. А против американского флота он тоже слабоват, как бы мы не умели вырубать их радиоэлектронику. Поэтому я очень хочу ошибиться, но, скорее всего, нас ждут не санкции, нас ждет война. Люди, которые думают, что от длительной толерастии к нацизму, длительной, потому что мы даже финансировали украинских нацистов бесплатными поставками, да, и сейчас мы закрываем глаза на все зверства, что они творят. Так вот, люди, которые думают, что от толерастии к нацизму, за толерастию к нацизму, я говорю, люди, которые думают, что за толерастию к нацизму можно заплатить командирам или хамонщикам, это очень наивные люди, которые производят очень специфическое и жалкое впечатление. Украинские нацисты, с моей точки зрения, нападут на Крым. Не для того американцы вкладывают в них большие деньги, чтобы они сидели сложа руки. Учитывая уничтожение украинской экономики, в прямом смысле уничтожение, они не смогут обойтись без войны. Им нужно на кого-то нападать просто для того, чтобы отвлечь население от чудовищных бед, которые их ждут уже этой осенью, уже этой зимой. На кого они будут нападать, я думаю, вы знаете. Я напомню, что украинские нацисты считают своим долгом, многие, по крайней мере, из них, я цитирую близко к тексту, освобождение незаконно оккупированных москалями исконно украинских земель. Кубани, Ростовской области, Липецкой области, Благородской области, части Воронежской области. Я думаю, через некоторое время их фантазия разовьется на город Москву. Это реальная перспектива, которая перед нами стоит, пока мы здесь обсуждаем комбомберчики с хамончиками. И что заставило бы Европу по-настоящему обратить внимание на существование Российской Федерации, это в первую очередь запрет воза алкоголя. В первую очередь. Есть еще и другие меры. Но это удар по Франции, это удар даже по Германии, по Австрии, в первую очередь по Италии, Испании. И Франции. В небольшой степени по Англии, Бельгии и Голландии где есть пиво. Я понимаю, что народ взводит. Я понимаю. Не все готовы переходить на новозеландские, южноафриканские, аргентинские вина, не говоря про крымские, таманские. Не все готовы отказываться от бельгийского пива, особенно среди людей, шибко много зарабатывающих. Но, понимаете, если не останавливать шпану ударом в лоб, то вы оказываетесь на больничной койке. По-другому не бывает. Что касается в целом мер, которые мы можем использовать, ну, нужно бить в лоб главаря шпаны, а не прихуй с ней, потому что иначе это просто потеря времени. А главарь шпаны у нас в Соединенных Штатах Америки. К чему они чувствительны? Первое. Макдональдс и прочие фастфуды. Руководитель чешского Макдональдса признал как-то, что ребенок до 12 лет может без вреда для здоровья кушать в его заведении один раз в неделю. Юристы это называют признательными показаниями. То есть не должно быть в России американских фастфудов, разрушающих наше здоровье. И вместо них должны быть российские сетевые столовые, которые дают разную пищу, но по-человечески приготовленную. Что делает в Российской Федерации компания, например, Пепсико, которая производит напитки с безумным содержанием сахара, которые разрушают обмен веществ. Я это говорю не просто так. Вот это вот и вот это вот. Это результат того, что я полтора года очень интенсивно работал, и мой обед составлял полторы бутылки Пепсикола или Кока-Кола. Полтора литра. Ну, дневная еда. Так сказать, утром я обедал, вечером я ужинал дома, а вот днем моя еда была вот эта вот, еще сникерсом. Вот это была еда. Это разрушает обмен веществ. Значит, нужно разливать на этих же мощностях российские напитки, которые не разрушают обмен веществ, которые безвредны. А американцы могут идти травить кого-нибудь в другие страны. Дальше. А, простите, пожалуйста, российские банки не могут работать в Соединенных Штатах Америки. Ну, как-то не срастается. А что делают в России американские банки? Ситибанк, Джемманибанк, еще кое-какие. Зачем они здесь? До свидания. Или пускайте наши банки к себе. Давайте действовать на основе равноправия. Есть система Линукс, программное обеспечение Линукс. Оно бесплатное, оно сложное, его нужно стандартизировать. Цена вопроса стандартизации – несколько миллионов долларов. Если воровать по-черному, бессовестно, беспросветно, чудесно, несколько десятков миллионов долларов, отлично. Давайте пусть эти деньги украдут. Пусть государство выделит несколько десятков миллионов долларов и сэкономит сотни миллионов и миллиарды на продукцию компании Майкрософта. Дальше. Китай запретил ввоз айфончиков. Нас даже одного государственного деятеля так прозвали. И айпадиков в связи с тем, что это, в общем-то, шпионская техника. Это практически доказано. А давайте мы запретим ввоз вообще всей неуникальной техники из Соединенных Штатов Америки. То есть, если они делают медицинский тонограф, лучше иметь, пожалуйста. Если я делаю какую-то технику, лучшую в мире, пожалуйста. Но если мы можем купить аналог в Южной Корее, если мы можем купить аналог в Японии, в Вьетнаме, в Китае, тогда мы давайте не будем это покупать у Соединенных Штатов Америки ничего. Это первый шаг. Это первый этап, так сказать, вежливо-корректного предупреждения. Причем это не нужно делать, так сказать, в режиме «все вдруг». Нет, зачем? Нужно собрать российско-американскую торговую палату, пригласить туда китайских бизнесменов, южнокорейских, вьетнамских, японских, африканских, латиноамериканских. Всех собрать и в присутствии американцев делить те деньги, которые сегодня не зарабатывают в России. И объяснять им, господа американцы, вот у нас есть такой хороший президент Обама. Мы его страшно уважаем. Вы ему как-нибудь намекнете, что из-за него вы будете в первый месяц терять миллиард долларов, во второй месяц вы будете терять полтора миллиарда долларов, в третий месяц два миллиарда. А если он за полгода не успокоится, то вы эти рынки потеряете навсегда. И вот сидят люди, которым эти деньги достанутся. Коллеги из Вьетнама, вы не возражаете? Нет? Или эти деньги китайцам отдать или индонезийцам, или малайзийцам в качестве компенсации за потерю Боинга? Нет, не возражаете? Отлично, договорились. Это нужно делать открыто, прозрачно, транспарентно, по-демократическому. Это очень хорошо промывает мозги. С другой стороны, мы должны понимать, что единственный способ не допустить агрессию, это понимать, что, ребят, мы готовы к вашей агрессии. Если противник развертывает против вас танки, то единственный способ построить эти танки, взять за ручку танкиста, и поводить по местности, и показать ему, что здесь все сплошняком заминировано противотанковыми минами. И, пожалуйста, конечно, приезжай, но здесь ты и ляжешь, и по-другому не будет. Для того, чтобы не допустить введения против нас самых неприятных санкций, отключения от мировой финансовой системы, мы должны сейчас начать делать то, о чем болтают уже лет пять. Мы должны сейчас, сегодня, начать разработку, во-первых, национальной платежной системы, взамен виза, взамен мастер-карт, тем более, что эти платежные системы в России есть, частные. Вы купите 51% и разверните ее на территорию страны, или сделайте собственную, или возьмите Сбербанковскую, что угодно возьмите. Китай так сделает, шикарно себя чувствует, между прочим, хотя рынок побольше, чем у нас. Нужно отдать должное. И второе. Начните создавать альтернативу SWIFT. Час Делягина. На радио «Комсомольская правда». Это «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Доктор экономических наук Михаил Делягин. Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем разговор о санкциях. Михаил Делягин, если вернуться к внутрироссийским, так сказать, экономическим делам. С одной стороны, нам говорят о необходимости подъема собственного сельхозпроизводства. С другой стороны, говорят о необходимости получения новых каналов поставок товаров, запрещенных к авозу в Российскую Федерацию. Также, как думаете, не получится ли так, что, обнаружив, найдя эти каналы, наладив контакты и вернув, заполнив наши рынки, там тоже говядины из Южной Америки, фруктами и овощами из Турции, из Средней Азии, не положим ли мы вновь, не отложим ли мы в долгий ящик не разговоры, а реальные дела по подъему национального сельского хозяйства? Эта угроза совершенно реальна, вполне существует. И именно поэтому государство должно проводить, во-первых, комплексную, во-вторых, активную и, в-третьих, политику модернизации. Потому что, если идти по минимальному пути, ну, нет проблем, заменим мы французский сыр белорусским. Заменим мы финскую молочку белорусскую, на самом деле, очень высокую по качеству. Литовцы покупают с оплевым восторгом для себя. Заменим мы ежевику из Голландии, ежевикой из какого-нибудь Занзибара. Вы знаете, кто крупнейший поставщик картофеля в Россию? Египет. Египет. Белоруссия на втором месте. Сравните Белоруссию с Египтом по условиям выращивания картофеля. А Египет выигрывает у Белоруссии. Правда, теперь, когда французской картошки больше не будет, я сильно подозреваю, что доля белорусской картошки на российском рынке резко повысится, учитывая качество нашего государственного управления. Понимаете, здесь мы должны исходить с простой вещью, что если государство существует, то это хорошо. И оно может решать задачи. А если государство не существует, если оно представляет конгомерат развратных секретарш с коррумпированными чиновниками, ну, простите, тогда вам будет плохо по-любому. И с санкциями, и без санкций. Я напомню, что в экономическую рецессию наше славное государство загнало Российскую Федерацию, премьеровой цене нефти, не 103, как сейчас, а 110, 108-110 долларов за баррель. И безо всяких санкций. До всяких санкций, до всяких внешнеполитических проблем. Еще один очень интересный вопрос, это поведение наших восточных, кто-то говорит друзей, кто-то говорит партнеров, Китая в первую очередь на фоне этой торговой войны. Китай действительно, на протяжении последних нескольких месяцев, когда санкции только обсуждались, не раз заявлял, что он против односторонних санкций в отношении России. Но как только стало известно, что против России велись санкции, самое главное, Россия запретила ввоз определенных товарных групп внутрь страны, Китай заявил о том, что оказывается у них уже готова целая площадка на границе России, которая будет заниматься экспортом китайских, китайской плодовочной продукции в нашу страну и овощехранилища уже построены. В общем, инфраструктура создана, и несколько десятков миллионов долларов они на это уже потратить успели. Вот какие действия Востока в целом и Китая в частности мы должны рассматривать как реальную помощь нашей стране, дружественную, хотя, может быть, это немножко наивное ожидание, и какие действия вот тех же самых, того же самого Востока с Китаем во главе мы должны рассматривать как ничего личного, просто бизнес. Ну, вы знаете, правило очень простое. Если вы вдруг по каким-то причинам решили, что китайские коммерсанты вам оказывают братскую помощь, вы должны умыться холодной водой и попытаться найти ошибку в своем заключении. Это бизнес. Российское государство очистило кусок своего рынка для любых товаров, которые готовы туда пройти. И китайцы, которые являются лучшими переговорщиками в мире, они придумали процесс переговоров, как, скажем, итальянцы придумали комфорт, как идея. Американцы, вернее, англичане придумали демократию. Американцы придумали бизнес, как национальную идею. Китайцы придумали процесс переговоров и стратегию достижения целей. В американских учебниках по ведению международного бизнеса написано, что если вы решили, что вы выиграли у китайцев переговоры, вы находитесь в очень понятной, очень простой ситуации. Нужно просто найти свою ошибку. Поэтому это бизнес, и Россия должна защищать свой рынок. Но на первом этапе, когда у нас явно нет новых теплиц, у нас явно нет новых мощностей, и нам нужен просто какой-то товар, да, конечно, китайский импорт – это вещь, которая может помочь. Правда, я всем напоминаю, что есть самый жестокий, самый циничный способ издеваться над китайцем, который я никому не советую делать, потому что это может быть обидно всю оставшуюся жизнь. Вы пригласите к себе, накормите его вкусным салатом, а потом скажите, что, когда он съест, что все это было куплено у китайских торговцев, у китайских производителей на рынке. Потому что, когда под Челябинском в течение года, правда, в теплице получают три урожая в теплице, да, понятно, что это безумная химизация всего и вся. И Роспотребнадзор на это даже не смотрел, потому что иначе бы он уже давно уже умер от ужаса. То есть здесь есть вопрос качества очень серьезный. Есть качественный китайский экспорт, а есть то, что вот, держи, боже, что нам не... Найдьте, боже, что нам не гушь. Но опять-таки в ситуации, когда у нас может возникнуть по отдельным позициям, в отдельных местах конкретный дефицит, да, спасибо вам, дорогие друзья. Но при этом нужно понять, что это бизнес, это не братская помощь. Если вы хотите смутить китайца, заговорите с ним о стратегическом союзе России и Китая, и вы увидите, как он будет мяться, мучиться и с крайней неохотой, но будет вынужден вас поправить, что это не стратегический союз, это стратегическое партнерство. Ничего личного, только бизнес. Великий Китай в союзы не вступает. Ибо варвара. Ну и последний, наверное, вопрос в разговоре о торговой войне. Вот, на фоне разворачивающихся этих событий, в Турции, о которой мы уже говорили, прошли выборы президента, и Эрдоган сменил один высший государственный пост на другой высший государственный пост, говорят, значительно укрепил свою позицию. Мы сейчас не будем говорить о политологии, хотя, наверное, все-таки придется. Вот отношения Москвы и Анкары, как изменятся и в связи с выборами, которые в Турции прошли, и в связи с, собственно, тем, что они и без того вроде бы вышли на уровень, на котором они не были еще никогда. Да, я имею в виду позитивные состояния. И, кстати, вот опять же, пару дней назад была новость о том, что наши чиновники от Роспотребнадзора, Россельхознадзора уже там, в Анкаре, ведут переговоры с турецкими коллегами. И даже достигнутой договоренности о скором начале экспорта в Россию турецкой сельхозпродукции. Ну, турецкая сельхозпродукция во многом высоко химизирована, так что здесь вопрос качества стоит довольно остро. Но, тем не менее, отношения с Турцией у нас замечательные. Турция знает, что для нее есть российский туризм. Потому что пока не было российских туристов, раз за 10 лет был государственный переворот. Так была устроена турецкая демократия. Наши деньги позволили туркам от этой цикличности избавиться. В 2008 году во время войны с Грузией, в дни Крыма, Турция вела себя идеально. То есть, вот, как будто она не член НАТО, а член оборонительного союза с Россией. Как будто у нас договор с ней подписан о взаимной военной помощи в каких-то критических обстоятельствах. Знаете, намного круче Казахстана. Я напомню, что у нас в Турции была абсолютно диаметрально противоположная позиция по Сирии. Турки очень агрессивно относились к режиму Асада, вплоть до прямых провокаций, много до чего. И при этом никак на двусторонние отношения это не влияло вообще. В принципе. Но нужно понимать, что если крымские татары устроят восстание в Крыму в тулу российской армии, но если маленькая часть крымских татар, купленная, распропагандированно, устроят восстание в тулу российской армии, в то время, когда Крым будет расстреливать американский флот и бомбить американский флот, а с севера будут штурмовать украинские нацисты, нужно понимать, что в этой ситуации Турция на сторону России не встанет. Турция тоже нужно понимать. У нее свои национальные интересы. Дмитрий Иванович, спасибо большое. Будем считать, что это начало. Ну, я полагаю, что так, к сожалению, есть. Это начало разговора о событиях, которые... Знаете, я очень хочу ошибиться относительно войны, но я не вижу никакого другого выхода ни для нацистской украинской хунты, ни для ее американских и европейских хозяев. Нет у них выхода другого, кроме разжигания новой войны. Спасибо большое, доктор экономических наук Михаил Делягин. Мы встретимся через неделю. Счастливо. Час Делягина. На радио Комсомольская правда.